Оно самое большое и ближе к селу. Четвертое тоже не маленькое озеро, но это ближе. Поэтому оно самое популярное. Правда, в последнее время былую популярность оно начало утрачивать. Из-за недостатка необходимых водных биологических ресурсов и должного ухода, озеро стало цвести и зарастать травой, что вызвало волнение у местных жителей. В выходные дни очень много машин, приезжают с детьми, а покупаться становилось невозможно, потому что травой заросла вода, это озеро, и вода зеленеет. И как-то стало просто жалко. Но обратиться было некуда, тут прямая линия была. И я написала просто туда, думаю, будет что будет. После обращения на прямую линию губернатору Алтайского края Виктору Томенко на проблему внимание обратили. Проработать вопрос зарастания озера и принять меры для его очистки поручили профильному ведомству Минприроды. Для начала решили зарыбить озеро. Первая партия – 50 тысяч мальков Сазана и Белого Амура. Последний вид травоядный, что поможет на стадии очистки и избавления водоема от растительности. Однако это только первый шаг к решению проблемы. Для того, чтобы этот малек развивался нормально, нужно проводить необходимый комплекс мероприятий, в том числе аэрация в зимний период, это бурение лунок, обогащение воды кислородом, чтобы в весенний период рыба вся сохранилась и не произошло заморок. К сожалению, в Алтайском крае 90% водоемов подобных прудов, они являются заморными. Есть ли в водоеме хищные виды рыб, какое их количество, точно так же это зависит и от местности, где мы выпускаем. То есть мы подошли сегодня, посмотрели, поближе к камышам выпустили, поближе к траве. То есть пока она маленькая, она прячется именно в траве. Таким образом она выживает. Чтобы спасти озеро, необходим дополнительный комплекс мероприятий, а в идеале человек, который будет за ним следить. Самый простой вариант для сохранения этого водоема и этой рыбы, которую мы сегодня зарыбили, это создавать рыбоводный участок в данном, потому что рыболовный участок для промысла здесь не подойдет. Здесь только для товарного выращивания. Создавать рыбоводный участок и отправлять на аукцион. А там придет инвестор, который аукцион этот выиграет и уже займется серьезно этим водоемом. К слову, только в прошлом году в региональные водоемы выпустили 16 тонн рыбы, 6 миллионов штук посадочного материала. Этим летом планируют зарыбить более 30 водоемов края. София Яценко, День с толком.